В открытых СМС наибольшее количество инцидентов случается. Собственно, варианты, что это не СМС, это открытый проект, посвященный постсозданию операционной системы, совместимой с операционной системой компании Microsoft. Проект масштабный, грандиозный, и задача обеспечения безопасности этого проекта, результирующего года, результирующего продукта, она не очень лучшая. Собственно, вот об этом нам или расскажет. Да, большое спасибо за такое хорошее представление. Действительно, уже более 10 лет занимаюсь этим проектом и почти все время возглавляю работу по этому проекту. И этот доклад я сделал с авторством, с нашим ведущим в систему администратора, администрации, как ее желательно. Он постарался обобщить вместе со мной весь опыт, которые мы... те проблемы, с которыми мы своркнулись. Потому что на самом деле, когда мы говорим о открытых проектах, мы всегда говорим, что вот он, проект открытый, вот открытый, значит, он определен... Название, скажите, пожалуйста, еще раз, простите. Название презентации. А здесь юридер, ну, вот, солнце, что-то типа того. О, отлично. Ну, вообще, как бы, начало с меня, да, я там, в принципе, занимаюсь еще, ну, со мной спор, свободу программы развлечения. Я за 2000 года примерно так работаю, но, помимо этого, я еще занимаюсь различными делами, то есть, поэтому мне удалось собрать такой общий опыт, да, там, кстати говоря, по-другому это еще, по-другому плаванию, то есть, ну, такая работа разносторожная. Он все-таки, вот, наиболее интересен по открытому проекту. Значит, что же он там, как я начал вам говорить, да? Казалось бы, вот открытый. Любой человек может посмотреть, убедиться, что нету тех самых, так же сейчас, в том числе, более цена, а надо, да, все. Казалось бы, да, но в 2014 год, что он там показал? У нас нашлись столько критических уязвимостей в 2014 году в открытых проектах. Например, в проекте Open SSL, знаменитый банк Hardplay, тот же Free. Да, это критические уязвимости, которые затронули, ну, как минимум, наверное, миллионы сегров, по всему миру. Ну, а то же самое, тот или та проблема, так называемый, шоу-шоу, которая в командном интерпретаре Бэш, она тоже затронули в логике. То же, как получилось, что, вот я буду еще там тоже активно установлен в основном программное запрещение, мне нужно сказать, что, а что же работало ли так? Значит, по сути, в своих открытых проектах, о безопасности надо заботиться точно так же, если не больше, как и в закрытом, в любом решении. Значит, в общем, я бы делал таких три больших блоков, да? Это безопасность, то есть надежность, исходного пола, так же, как СОРССКО, ТРУНОВАСНОСКО. А второе – это безопасность самой инфраструктуры. И третье – безопасность самого проекта. Сейчас я вам расскажу, что это такое. Вот, значит, опыт СССР – это открытый библиотек, который реализует необходимый функционал для работки СССР, вот где у вас вот такой. Очень широко использованный проект, но у него нет коммерческой поддержки, у него полностью отсутствует аудит-проект. На самом деле, его используют, как я уже сказал, миллионы людей, дополнительно всего мира. А разрабатывают его, в полный рабочий день занятий, только два человека. Поэтому, как случается? Возьмем бэш, да, командный процессор-болочник. Очень широко использованный проект, но у него то же самое – нет коммерческой поддержки, отсутствует аудит-кодек, все его используют, то есть в каждой дистрибутиве Linux используется бэш, но у него майн-трейнер, тот человек, который его поддерживает, только один. Значит, что же делать, если есть такая проблема? Значит, по нашему поводу, то есть, что бы мы могли на эту тему предложить. Значит, во-первых, есть компании, которые предлагают аудит исходного отда, то есть лучше, если он будет независим. Таким образом можно найти какие-то проблемы, которые вы сами рассмотрели. Второе – peer-review, то есть взаимное лицензирование всех вносимых изменений. Если бы это было в проекте OpenSSL, то ошибку Hardplit можно было обнаружить относительно легко. Кстати говоря, еще такая деталь, которая очень интересная. Вот этот коммит, который был произведен, который внес эту ошибку, он был произведен 31 декабря, около 12 часов ночи по какой-то там дайвзоре, то есть тогда, когда была наименьшая вероятность того, что кто-то вообще увидит этот коммит и посмотрит. Ну, это как бы так называемая теория заговора, тут уже, возможно, просто случайно человек вошел во вкус и решил поработать в новогоднюю дочь. Ну, как бы, пол для разрушения, это не так далее. Вторая практика, которая еще очень часто применяется в таких случаях, но она не очень широко интересна. Это так называемый негатив тест, негативный тест. Обычно, что мы делаем? Тестируем продукт свой на обнаружение регрессии, то есть если что-то перестало работать. Но это не позволило найти тех самых объектов, там ничего не перестало работать. А нужно тестировать с совершенно полностью некорректным значением, неправильным значением. Придете смотреть, как программа в этих случаях отрабатывает. Тогда, опять-таки, если бы эта технология здесь применялась, то можно было обнаружить такие проблемы, еще в шоке и в большом количестве. Да, и есть целый ряд инструментов статического анализа года. То есть, де-факто, лидером является каверики, есть еще и продукт российской разработки, которая является судьбой достаточно известной. Мы их тоже с городами используем. Они позволят нам найти очень много качественных, таких серьезных ошибок, которые могли бы привести к уязвимости. То есть, их, опять-таки, очень много разработчиков. И еще есть такая штука, называется «ФАЗИ». Это полноавтоматическое тестирование, опять-таки, которое направлено на то, чтобы отдавать в программах какие-то некорректные разрешения и смотреть, как они там будут. Опять-таки, это все должно было обнаружить вот эти вот самые такие фиридические уязвимости, которые мы видели в 2014 году. Или возьмем, например, Apple-скую проблему, которая так называлась «Голутус-лево». Она вообще, на самом деле, прошла элементарно. А программист, который работал, он просто пользовался функцией «Скопировать-вставить», «Копить-пасту» и не посмотрел. Потому что вот исходя из нашей практики, в нашем проекте ошибок «Копить-пасту», мы наш термин предоставляем специально «Копить-пасту», как в итальянском. То есть, каждый раз, когда мы нажимаем в общем «Копить-вставить-вставить», надо озаботиться и тем, что наверняка вносим ошибки. Ну и опции «Компилятор», «Компилятор». Вот от той ошибки, которая была здесь, «Компилятор» не подтверждал. Но разработчики решили проиграть. Потому что «А, что так? Смотрите». Вот, а это в целом. Уязвимость на правильный проект. На самом деле, это не значит, что проект правильной уязвимости есть у всех. У меня очень важно. Разработчики немного просчитают всех, у которых идет ход. Поэтому есть инструмента, есть «Компилятор», 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 «Компилятор». И есть достаточно такая полная статья, я не с тобой, потому что, что рассказывают там, для интересующих, можно на сайте почитать, как у нас пример того, как мы на одном, как при этом случае, предотвратили внесение уязвимости именно в наш исходный период. Ну, это как бы не зло, это человек, который с благих побуждений сделать лучше. Вот. А там заметили за счет peer-review, то, что надо это все на себе сделать. Далее. «Безопасная сделка структура», «Bever 2». Значит, проект свободный, исходный код открытый. Но не стоит инвалировать, собственно говоря, то, на чем этот проект работает. То есть хвостик, а, как правило, в более-менее открытых проектах хранятся метр уже при записи пользы. И все те же самые принципы применяют, которые нужны, в случае того, когда, если не работают на сходящих компазе, выпускать правила. То, что политики безопасности, и системы не дружат на датчин-системе, IPS-приратчин-системе, обновлять операционную систему программного запрещения, также фарокопы, проводить аудиобезопасность, как уже сейчас при будущем обращении говорили. То есть все лето в открытых проектах абсолютно не так же можно, потому что там есть кто, что представляет интерес для злоумышленных. А датчин-система всегда имеет огромные последствия. То есть внимания компании, открытия. Рано или поздно как бы забывая помощь всех. Важно предотвратить это, как тоже возможно, и быть в курсе. В реакции на исключение, то есть мы публикуем все наши инциденты, нужно почитать, посмотреть, что у нас там происходило, и что у нас следует. Ну и безопасность самого проекта. Надежное сохранение данных. То есть, не поверите, но очень много и открытых проектов, и закрытых, не делают пока вообще. То есть, только сейчас эта ситуация начала улучшаться. И потом, даже если мы размещаем код в облачном, храневичном, например, как Google код, то есть уже предоставляли просто, а он в этом году первый раз, Google код закрывается. Вам надо самим переносить свои исходные коды, и все остальное куда-то. То есть, это не фотоцепь тоже, что мы воспользуемся сервисом от крупнейшей компании, и не будем иметь никаких проблем. А время всегда как раз решено. Ну, и где мы имеем, там открытый код имени качественную силу, он должен больше дублироваться, только благодаря своей оцензии по многим страхам все будет. Ну, конечно, исключения бывают, только разнообразные цены. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам будет интересно. Коллеги, у нас время для единственного вопроса. У кого есть лучший вопрос? Спасибо. Практический вопрос. Интересный доклад. То, что вы рассказывали мимо, ну, пока не пример, привателы, это большие областные проекты, которые широко используются. Ну, есть, конечно, много не очень больших областных проектах, которые довольно широко используются. Прямо коротко скажу, что не надо смотреть на манель управления сервера, такую типичную. Используются порядок 100 тысяч инсталляции, которые, в общем, довольно таки известны, но не первые работы. Не, ну, жуткие, просто жуткие. Просто через лет был, а в проекте существует пять лет, он в инсорсной на GitHub лежит, несколько десяток антриминдеров, никто, как бы, эти дырки не пропускает. Есть ли это что-то, что вы можете сделать, чтобы вот такой у вас проект изучить? Спасибо, я понял. Кстати, в дополнение к вашему, я тоже был шокирован, когда CMS, допустим, в Drupal, в прошлом году, в ней нашли банальный SQL injection, с которым он уже был назад. Вот. Поэтому, ну, понимаете, как бы это? То есть, такое случается. Как это произойдет? В Drupal просто много разработчиков было, и в конце концов, кто-то заметил. Ну, заметил, когда уже нашли славу, и Франклесик уже ходил, то есть, организовывал. Конкретно, мы так и говорили, в этом случае, да? Ну, собственно говоря, вот потому я и решил эту тему понять здесь, да? Я и не решил там, говорить там, вот там, а вы там предусмотрели свой образ. Я думаю, что, товарищи, надо следить. Даже если ваш проект и небольшой, это не значит, что у вас нечего, снова говоря. Красно. Проблемы-то есть. Тогда, попробую вашу клаву приватить призы. Все, кто в целом интересуется и что не понимает функционной безопасности, можно просто раз в неделю западить на GitHub, брать нам новый проект, и смотреть на него, находить, а потом взять автор. Да-да-да, ну, смотрите, ну, на самом деле, почему? Вот мы как открытие проекта, а наши, наши, наша отдача общества в том, что вот все секретные инциденты мы их не скрываем, а мы пишем у себя подробный отчет, за что мы другим могли учиться. Вот, какая-то интересация от этого всего. Я думаю, полезно. А так, заходите, смотрите. Спасибо. Я хотел бы поблагодарить Алексея. На самом деле, в презентации Алексея была целая серия рецептов для адептов и, вновь, обращенных, так сказать, при каждом центре на открытку кода. Это системные статистические, это статического анализа, динамического анализа кода, фазеры, это проекты по аудину, уже существующие проекты по аудину кода, различные проекты и действующие различные библиотеки, в том числе, насколько я понимаю, сейчас есть проект по аудину кода проекта на СССР. Присоединяйтесь, делайте контрибуции, развивайте. Спасибо Алексею.